всем здравствуйте меня зовут сидорова юля я врач детский эндокринолог и сегодня я хотела бы обсудить с вами такую тему как половое развитие у детей в норме для того чтобы вы знали что делать в случае если есть какие-то нарушения и если они вообще изначально когда наш ребенок находится внутриутробно он уже испытывает действие половых гормонов от этого зависит формирование наружных половых органов у эмбриона изначально эмбриончик бисексуален да то есть у него нету никаких признаков женского или мужского пола и только под действием тестостерона происходит развитие по мужскому типу это благодаря наличию определенного гена на y хромосоме тестостерон как бы говорит органу нужно развиваться по мужскому типу и таким образом мы получаем мальчика если этого сигнала нету или по каким-то причинам клетки не чувствительны к сигналу тестостерона такие синдромы бывают то вне зависимости от кариотипа то есть от генетического набора развития половых органов идет по женскому типу даже обращая внимание если это генетически мальчик да но его ткани не чувствуют тестостерон редкие такие синдромы нарушения формирования пола есть второй этап когда происходит действие половых гормонов это мини пубертат мини пубертата у девочек и мальчиков начинается на первом году жизни как это проявляется да у мальчиков могут быть эрекции у девочек может увеличиваться слегка молочные железы это норма с этим ничего делать не нужно это не нужно лечить однако если вот эти вот какие-то изменения да сопровождаются появлением оволощения резким ускорением роста вы видите да что ваш ребенок ну достаточно взросло выглядит может изменяться тембр голоса у мальчиков становиться басом то тогда нужно обратиться на прием к врачу детскому эндокринологу чтобы он исключил случай преждевременного полового развития да а в целом если мы наш ребенок растет развивается как обычный нету никаких акне нету оволосения никаких изменений в поведении мы не видим некоторые детки под действием половых гормонов при преждевременном половом развитии становятся агрессивными очень соответственно ничего с этим делать не нужно да и примерно до полутора лет у девочек эти грудки они перестают увеличиваться да и просто как факт остается что когда-то была изолированная телархия это называется когда увеличивается только молочные железы и соответственно третий этап это уже собственно подростковый период что происходит в подростковом периоде да мы должны знать нормы начала полового развития у девочек у девочек половое развитие имеет право начаться с 8 лет половой развитию девочек начинается с увеличения молочных желез молочные железы увеличиваются дальше происходит возникновение волосения лобкового подмышечного и менархи 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 это первая менструация в норме и в среднем да менархи наступает через два года после увеличения груди но опять же здесь все очень индивидуально ну вот средняя цифра такая но индивидуальные особенности генетику никто не отменял если у мамы были менструации по поздно да то мы не ожидаем что у нас девочка начнет рано менструировать следующий момент половое развитие должно начаться до 13 лет что значит должно начаться должно быть увеличение груди 8-13 лет вот этот промежуток который говорит о том что половое развитие должно быть в канаде в сша средний возраст менструации 12 с половиной лет да поэтому в принципе до 13 лет уже происходит активный пубертат до с увеличением груди с появлением оволосения и с менструацией но может быть такое что например увеличилась грудь в 12 лет а менструации начались в 14 ничего страшного нам главное чтобы был какой-то признак с 8 до 13 лет а второй вариант это когда называется это неправильный пубертат когда начинается с оволосения да не с груди а с появления волосения в этом случае нужно сходить тоже на прием к детскому эндокринологу для того чтобы исключили преждевременно активацию коры надпочечников да потому что волосение у нас идет под действием андрогена андрогены в организме девочки синтезируется только в надпочечниках соответственно возможно что-то с ними не то если не наступили менструации и если девочка низкая да еще сама по себе то это может быть а синдром шерешевского тернера до за границу называется только синдром тернера и таким девочкам действительно чаще всего устанавливают диагноз в пубертат когда нету никаких признаков полового развития девочки с этим синдромом имеют кариотип 45 x 0 то есть 2 половая хромосома отсутствует и у таких девочек могут наблюдаться сопутствующие патологии например аномалии развития почек или врожденные пороки сердца да чаще всего это коорктация аорты при коорктации аорты давление на руках и ногах она будет различаться классический фенотип шерешевского тернера описывается как крыловидные складки низкий рост эпикан да это складка на внутреннем веке это птос то есть опущение века это готическое небо высокая это маленькая нижняя челюсть но по факту таких девочек мы не увидим вот такой классический фенотип это был описан авторами да и каждая девочка она индивидуально с этим синдромом когда такой диагноз устанавливается родители волнует один вопрос что будет с репродуктивной функцией долгое время считалось что такие девочки они не могут родить да но настоящее время науки известно что у таких женщин возможны спонтанные беременности были описаны случаи вынашивания такой беременности и в случае чего можно всегда обратиться к вспомогательным репродуктивным технологиям и в принципе сейчас 21 век это допустимо и волноваться об этом не нужно девочкам таким начинают заместительную гормональную терапию в для того чтобы инициировать половое развитие то есть ничего страшного в этом нет сейчас все возможно взять под контроль что касается мальчиков а вот еще про девочек да по поводу менструации вот тоже часто на прием приходит допустим девочка 12 лет менструации начались в 10 лет и вот жалобы на нерегулярный менструальный цикл ничего пока не делаем потому что в течение полутора двух лет момента начала менструации цикл устанавливается он может быть нерегулярным это лечить не нужно это глубоко обследовать не нужно потому что устанавливается все самостоятельно да это новые гормоны для организма и к организм должен к ним привыкнуть да вот уже если прошло там два с половиной года и цикла так вот нестабильный то тогда конечно но начать следует с детского гинеколога до чтобы исключили свои причины потому что эндокринологические причины нерегулярного цикла они очень-очень редки и чаще всего с ними уже встречаются взрослые эндокринологи когда еще обследование идет по поводу бесплодия это может быть опухоль надпочечников очень редкая история и это может быть не классическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников когда немножко недорабатывает фермент его хватает для того чтобы не развивалась надпочечниковая недостаточность но не хватает для того чтобы вот эти вот продукты которые образуются в результате химической реакции начинают влиять на девочку таким образом это приводит к нерегулярному циклу гирсутизму до избыточному оволосению и акне очень выраженное акне ну и у женщин уже постарше будут жалобы на бесплодие в дк не классического дк скринингово это исследование на 17 у аж прогестерон собственно 17 у аж прогестерона наберется и при неонатальном скрининге на врожденную дисфункцию коры надпочечников классическую да то есть когда у нас фермент либо отсутствует либо его активность а менее двух процентов причины еще могут быть гипотириоз до заболевания там гипофиза но до двух лет после установки менструации менструальный цикл может быть нерегулярным не беспокоимся до поменьше стресса и следим за девочкой что касается ожирение преждевременного полового развития связь была доказана с мальчиками но ожирение но может начинать преждевременное половое развитие да там есть несколько механизмов и за из-за превращения гормона в том числе поэтому ожирение у детей нужно нужно обращать на это внимание да у нас нету цели похудеть ребенка нам нужно стабилизировать его массу тела да потому что сейчас имеется стигматизация людей с ожирением да они испытывают психологический дискомфорт в том числе в детском коллективе да и плюс еще преждевременное половое развитие оно неблагоприятно складывается на психическое социальное развитие ребенка да поэтому мы как родители должны следить в том числе за массой тела ребенка теперь по поводу мальчиков да у мальчиков половое развитие начинается всегда на год позже с 9 до 14 да у девочки 8-13 у мальчиков на год с 9 до 14 лет должно начаться половое развитие причем если у девочек мы это увидим визуально то мальчиков нужно посмотреть размер яичек яички больше 4 миллилитров мальчик у нас в пубертате все дальше идет оволосение да потом под действием гормонов мужских происходит удлинение размера полового члена рост яичек и у нас получается мутация голоса до изменения мышечного корсета то есть у нас происходит заросление ребенка по яичкам как это определить это нужно сходить на прием к детскому эндокринологу у эндокринолога есть специальный предмет прибор архидометр да и он по используя архидометр измерит объем яичка что еще по поводу мальчиков да у мальчиков тоже есть связь с матерью касаемо полового развития у матери было по поздно значит у мальчик тоже будет скорее всего позднее половое развитие да половое развитие кстати она влияет на закрытие зон роста да еще один один такой минусик в преждевременное половое развитие потому что началось преждевременное половое развитие например в пять лет у девочки да начала расти грудь появилось оволосение если мы не начнем лечить у девочки закроются зоны роста и в будущем она будет низким низкой взрослой женщины тоже касается и мальчиков да то есть половые гормоны у нас закрывают зоны роста поэтому мы должны лечить все что начинается раньше восьми у девочек и раньше девяти у мальчиков по поводу задержки пубертата да это если в 14 лет у мальчика никаких изменений в яичках нет у него маленькие яички такие синдромы тоже бывают чаще всего это синдром клейнфильтера синдром клейнфильтера встречается с частотой 1 на 500 новорожденных мальчиков то есть это не такой редкий синдром но устанавливается этот диагноз чаще всего когда семейная пара обследуется по поводу бесплодия и когда рекомендуют семейной паре сделать кариотип выясняется что у мужчины имеется 1 х хромосома что касается синдром клейнфильтера тоже долгое время считалось что эти люди не могут иметь детей но в настоящее время наука знает истории мужчин которые стали биологическими отцами да потому что при биопсии яичка у мужчин с данным синдромом можно найти сперматозоиды и уже при помощи вспомогательных репродуктивных технологий помочь паре обрести детей пубертате сложно заметить потому что как правило может быть какой-то пубертат просто волосение будет не так ярко выражено как у сверстников да ну там слегка усики там слегка волосение мальчики с синдромом клейнфильтера высокие за счет нижней части за счет увеличенной длины ног может быть гинекомастия гинекомастия это увеличение грудных желез у мужчин кстати увеличение грудных желез у мужчин очень часто встречается в пубертате если я не ошибаюсь там до ну не буду врать мне кажется 40 процентов что ли у мальчиков увеличение груди может наблюдаться с этим тоже ничего делать не нужно это наблюдение но бывает так что грудь действительно увеличивается достаточно сильно и для мальчиков это может быть дополнительный дискомфорт поэтому в данном случае рекомендуется посетить хирурга с косметической целью решить вопрос об удалении грудных желез в принципе что касается еще вот полового члена до меньше двух с половиной сантиметров при рождении удоношенного ребенка это микропенис но измерять нужно от основания очень часто что снаружи какой-то маленький кусочек сантиметра а вглубь если пощупать то там у идет основание то есть мы считаем от основания если меньше двух с половиной сантиметров это показано до обследования потому что микропенис они тоже могут быть составе различных синдромов их нужно исключать и вот это окно когда мини пубертат на первом году жизни там уровень половых гормонов такой же как в пубертать и это окно то есть вы родили ребенка посмотрели у него маленький половой орган идите к детскому эндокринологу вас есть несколько месяцев чтобы посмотреть уровень половых гормонов если вы будете там до 6 лет тянуть на динамике на динамике в 6 лет вы уже ничего не посмотрите то есть вам нужно будет ждать уже возраста начала пубертата или стимулировать половое развитие специальными пробами да вот такая симуляция полового развития поэтому безопаснее всего до лучше всего если есть какие-то проблемы со строением наружных половых органов у мальчиков сделать это на первом году жизни пока есть физиологическое окно когда у нас высокие половые гормоны в принципе наверное все да то есть подытожим что у нас у детей три периода такого полового бунта да это внутриутровно когда идет развитие половых органов это мини пубертат начиная с первого года жизни и пубертат у девочек с 8 до 13 мальчиков с 9 до 14 лет все что меньше восьми лет у девочек и девяти лет у мальчиков то преждевременное половое развитие это требует до обследования все что выше 13 и 14 лет 13 у девочек 14 лет у мальчиков то есть если нет никакого признака полового развития это тоже требует до обследования и синдромальные формы тоже могут быть диагностированы в период пубертата если есть какие-то анатомические особенности это лучше сделать в период мини пубертата и менструация у девочек устанавливается в течение полутора двух лет с момента первой менструации и это не требует никаких активных действий и лечения в принципе я думаю все спасибо за внимание до свидания